Друзья, приветствую! С вами Александр. Только что я хотел записать небольшое видео, находясь здесь во дворе, но моментально хлынул вот такой вот тропический дождь. Ливень. Мне очень нравится освещение перед дождем, когда все небо затянуто тучами, таким ровным светом все залито атмосферно. Но я в нескольких словах хотел вот что вам сказать. Вы знаете, что в нашей жизни существуют определенные ценности, которые характеризуют нас как личностью. И в зависимости от того, какие у вас ценности, вы будете восприниматься другими людьми. Я несколько ценностей сейчас назову своих, и мне бы хотелось, чтобы это видео подтопнуло вас, возможно, лишний раз произвести переоценку ценностей и задуматься о том, какие ценности есть у вас в жизни. Одной из самых моих больших ценностей на данный момент жизни, я думаю, что и на всю остацию, и на всю жизнь является путешествие. Вот мы сейчас находимся с семьей в стороне Индонезии, на острове Бали. Это седьмая страна, которую мы посетили. Пока седьмая страна. И я уже вижу, каким образом меняется круг моего общения с различными людьми. В мою жизнь приходят и люди, которые тоже разделяют мои ценности, в частности, ценности путешествия. Кстати, путешествовать можно не только, будучи в молодом возрасте и имея большое состояние. Я знаю людей, которые в пенсионном возрасте научились зарабатывать деньги через интернет и отправились в путешествие. Одной из таких личностей является Галина Редькина. Я с ней познакомился здесь, на острове Бали. Она путешественница, зарабатывает через интернет дистанционно. И здесь, на острове, живет уже девятый месяц. Я оставлю на всякий случай под этим видео ссылочку на ее канал. Обязательно заходите, познакомьтесь с ее творчеством, с ее способами дистанционного заработка. И поверьте в то, что зарабатывать дистанционно может любой человек. Вне зависимости от возраста, социального положения, образования и так далее. Значит, первая важная ценность для меня – это путешествия, потому что они расширяют кругозор, они меняют мышление в лучшую сторону, вы становитесь более гибкими, и вы начинаете лучше понимать людей и нашу планету. Второй большой ценностью для меня является музыка. Потому что музыка, она помогает человеку стать более эстетически благородным. Он лучше начинает воспринимать окружающий мир. И работает не только во время слушания музыки или даже написания одно логическое полушарие, но и творческое полушарие задействовано. И вы знаете, что музыка, она приносит огромное удовольствие, она влияет на настроение, она может успокоить, она может взбодрить. Музыка, она ведет меня на протяжении всей жизни, и не ягнете с ней, иду рукавом в руку, можно таким образом сказать. И играю музыку, и сам сочиняю музыку. Не мыслю себя без музыки. Есть ли какая-то сфера творческая в вашей жизни, которая тоже заряжает вас энергией? Подумайте об этом. Третья очень важная ценность в моей жизни – это моя семья. Потому что практически все, что я не делаю, я делаю для своей семьи. Семья является такой квинтэссенцией энергии, которая и вдохновляет, и благодаря которой вы каждое утро просыпаетесь заряженным, и вы готовы сделать все для своей семьи, и получаете огромное наслаждение, когда ваша семья радуется и вместе с вами наслаждается жизнью, в частности, в путешествиях. И, наконец, четвертой очень важной ценностью лично для меня является дистанционный заработок. Здорово, находясь в путешествиях, занимаясь любимым делом, творчеством, находясь вместе со своей семьей, еще зарабатывать. И вы знаете, что зарабатывать через интернет с каждым годом становится все проще и проще. И меня до сих пор удивляет тот факт, что многие люди, имея у себя в карманах мобильные телефоны, при помощи которых можно вполне зарабатывать, принимать путешествия, отправлять путешествия, общаться с клиентами, вести бизнес, до сих пор этим не занимаются. И не только телефоны, планшеты, ноутбуки, почему-то большая часть людей, 99%, не знаю, 95%, используют только лишь для развлечения или для поиска какой-то информации. Почему бы не использовать этот великолепный инструмент для источника, для способа заработка, чтобы использовать его как источник получения доходов. Это особенно удобно, когда вы находитесь в путешествиях, и в принципе вы можете выбрать любую страну, любой город для проживания в любое время года. Вот несколько ценностей, которые я сейчас обозначил. Это путешествия, это музыка, это семья, это дистанционный заработок. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас взяли листочек и ручку и выписали бы свои ценности, что для вас важно. Потому что очень важно знать информацию, видеть ее на листочке, чтобы использовать ее в качестве точки отчета, направляться уже в том направлении, которое вы выбираете. Спасибо, что досмотрели это видео. Сейчас я обрабатываю очередное видео, музыкальное. Это песня «Желтые листья». А нет, «Листья желтые». Вот так. И после этого видео, в ближайшие несколько часов, я загружу музыкальное видео, где я играю для вас на гитаре. Спасибо, что досмотрели это видео. Спасибо, что оставляете свои комментарии, ставите лайки, подписывайтесь. Мне очень приятно с вами общаться и вот таким вот образом быть с вами дистанционно знакомыми. Еще раз покажу вам, каким образом сейчас льет этот дождь. Капли видны вот по бассейну. Посмотрите, как они шлепают. Кстати, совсем рядышком с нашим домом, вон там вот растут прям на пальмах бананы. Подходи и рви. Вон, смотрите, какие кучи. А вот на той пальме, это банановые пальмы, а вот та пальма кокосовая, которая повыше, там вообще кокосы растут. Я не знаю, видно ли отсюда. Вот отсюда вот я вижу между листьями такие круглые кокосины висят. И храм. Небольшой храм. Здесь практически в каждом доме принято, чтобы был местный храм. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго. Спасибо, что досмотрели. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok